Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить об актуальной зимней обуви. У многих возникает такой вопрос, когда наступает холода, вдруг нужно во что-то обуться и выглядеть при этом достаточно стильно и не холодно. Если вы на этот сезон собираетесь приобрести себе новую пару зимней обуви, то я для вас подготовила небольшую подборочку и базовой, и небазовой обуви, поэтому давайте начинать. Ну первое, о чем я всегда говорю, мне кажется, это обувь, которая уже несколько сезонов идет всем, носится со всем, подходит ко всему, выпускается из сезона в сезон все более в разных фактурах и разных цветах. Это комбат бутс, иначе берцы, иначе грубые ботинки. Есть сейчас абсолютно во всех магазинах от масс-маркета до самого люкса-люксовича, абсолютно в разных фактурах и цветах. Я рекомендую иметь в гардеробе, если у вас большой гардероб и вы заядлый модник, иметь в гардеробе одну светлую пару, одну темную пару таких ботинок, потому что они подходят абсолютно ко всему. Они подходят и под короткие юбки, и под юбки миди, и под платье миди, сочетаются со всеми стилями. Можно их сочетать классно с носочками, дополнять еще образ как-то носочками. И благодаря их толстой подошве у вас не промерзает никогда нога. Вы еще туда стелечку можете вставить. Собственно говоря, на самом деле, если вы живете не в самых северных регионах нашей страны или не нашей страны, то без проблем можно носить зимой осеннюю обувь. Представляете? Я на самом деле зимой, так как я в Москве постоянно работаю, у меня нет даже зимней обуви уже как несколько лет. Да, у меня есть уги, в которых я могу пойти на прогулку в парк, и дутики супер теплые. Но так на выход я действительно ношу осеннюю обувь, и все. Действительно классный плюс этих грубых ботинок, что они подходят абсолютно под весь стиль. И под практически любой тип фигуры. Главное, если вы знаете, как с вашим типом фигуры обращаться и как с ним работать. Короче, если подытожить, если зима, то мне кажется, первым делом это именно такие ботинки. Если у вас до сих пор их еще нет, может быть, либо в черном, либо в бежевом оттенке, то очень рекомендую вам их приобрести. Следующая пара зимней теплой обуви это трендовые. Самые актуальные сейчас сапожки с широким голенищем. На плоском ходу или на высоком каблуке без разницы. Да, они есть и на зиму, и утепленные внутри, они есть и более осенние. Этот вариант точно так же мы можем рассматривать, как и в формате наших ботинок грубых. Эти сапоги с широким голенищем вы можете сочетать прекрасно с вязанными гольфами. Вы можете эти сапоги надевать поверх брюк, как сейчас модно, наконец-то, брюки заправлять в сапоги снова. Особенно, если это не скини-джинсы, быть может, хотя и скини-джинсы тоже очень круто в жокейском стиле, тоже заправлять в такие сапоги. Если это даже брючки-дудочки, даже если это широкие брюки палаца, вы тоже их можете заправить в сапоги. И это прекрасно нам доказывают все инфлюенсеры, звезды стрит-стайла и так далее. Еще одна разновидность таких сапог – это сапоги с немножко присобранным голенищем. Я бы не сказала, что это самый базовый вариант, но рассматривать его на зиму можно. Просто не всем это идет. У кого не сильно идеальные модельные ровные ноги, я бы не рекомендовала покупать такую пару обуви, как основную зимнюю пару. Потому что в любом случае эта сборка в области щиколотки немножко утяжеляет силуэт, даже если вы его утяжелять совершенно не собирались, и уже немножко сужает круг того, с чем вы можете надевать эти сапоги. Так, ну, конечно, в этом списке не может быть ботфорд. Но это не те ботфорды, которые были ранее, которые облегают всю вашу ногу вот так вот, кожаные или, не дай бог, ярких цветов. Сейчас более актуальные ботфорды более объемные, в которые вы можете без проблем заправить все, что вам угодно. Можете носить там вещи, книги, учебники, телефон, зарядка, все что угодно. Шутка, конечно, но чем шире голенище у ботфортов, тем будет более стильно. Особенно, если вы это миксуете с какими-то тоже необычными, может быть, оверсайзными, или наоборот, приталенными силуэтами. Да, есть разновидности облегающих ботфортов, но это скорее более очень такая узкая история, которую вы редко, когда сможете уместно выносить, выгулить. Потому что у меня есть такие лаковые ботфорты, они очень высокие, они вот примерно посюда. И представляете, лаковые ботфорты в облегон, еще и с узким носом. Я их могу надевать только суперобъемным спортивным худи, который почти заканчивается вровень с ботфортами. В общем, все что угодно, дабы уравновесить этот разврат. Собственно, даже если ваши ботфорты не лаковые, я думаю, поступать нужно точно так же. Например, надевать суперобъемными жакетами, возможно, шерстяными жакетами. Пусть это будут огромные свитеры с крупной вязкой или просто большого размера. В общем, проявите фантазию и будет вам счастье. Следующая актуальная обувь на эту зиму, но я бы не сказала, что она очень базовая, она скорее акцентная будет в образе, это ботильоны, сапоги, сокс-бутс на платформе. Это может быть платформа в стиле Версачи. Это может быть платформа такая более в японском стиле. Я думаю, вы уже неоднократно видели такие модели обуви. Но если вы с такой платформой можете удачно работать и понимаете, что и как с ней нужно сочетать, если вы, например, небольшого роста хотите себе таким образом увеличить рост, хотя я ростом 160 и я никогда не носила платформу. Но хотя туфли Версачи это моя любовь. Но такие туфли вот с винтажным налетом, мне кажется, это немножко другое. Это именно про стилизацию. Но базовые сапоги я бы, конечно, с платформой выбирать не стала. Но раз уж мы закончили разговор про базу, то теперь у нас меховые сапожки. Вы видели, что после кампейна Миу-Миу очень сильно стали популярны унты. Да, это совсем не базовая обувь. И да, скорее всего, это и не войдет в народ, как вообще какая-то обувь, которую можно носить, а не просто над которой надо ржать. Но такие сапоги скорее для каких-то стилизаций или для тех, кто очень смелый и выносит их, выгуляет их примерно один или два раза за сезон. Но вообще я бы не относилась скептически к вообще такой меховой обуви. Меховыми могут быть не только унты. Меховыми могут быть все, что угодно. Вот, например, меховые кроксы. Чем вам не прелесть? Ну, милашество же. Я вот периодически на съемки езжу в меховых кроксах, чувствую себя очень комфортно, тепло и в том числе и стильно. Если вы человек достаточно творческий, я думаю, вы себе такое позволить можете надеть. Так, следующий тип зимней обуви – это обувь на шнуровке. И тут уже может быть все, что угодно. И те самые грубые ботинки, о которых мы говорили, и обувь на платформе, и меховая обувь, и ботфорты, и просто сапоги широким голенищем. Шнуровка присутствует практически у всех брендов, поэтому носим, не стесняемся. Вот следующая, кстати, обувь, тоже весьма базовая, наравне с жакейскими сапожками и с грубыми ботинками – это сапожки челси. Сапожки, которые не надо расстегивать или шнуровать, они просто по бокам с резиночками. Это могут быть и резиновые сапожки, это могут быть кожаные сапожки, они могут быть осенние, зимние, на толстой подошве, на тонкой подошве, какие угодно. За что я их люблю? Потому что они очень-очень удобные. Ты быстро в них вскочил и побежал. Чего не скажешь о этих грубых ботинках боленсяга, они почему-то надеваются в голенище, обуваются достаточно тяжело, с надрывом, но все остальные очень даже супер и выглядят просто потрясающе, если это, например, бежевые какие-нибудь замшевые челси, сапожки. Их можно сочетать и с классическим стилем, и с супер женственным. Если у вас стройные длинные ножки и достаточный рост, то вы можете эти челси носить и с юбочками, и с платьишками. В общем, честно, одни плюсы. Так, я немножко затронула тему socks-бутс. И вообще, сапожки, носочки, но, скорее всего, это ботильоны, невысокие сапоги, до сих пор, в принципе, достаточно актуальны. Я их использую только в том случае, если у меня не видно обувь, если это широкие брюки в пол, либо если это джинсы-клёш, и видно только носочек. Потому что они просто очень удобные и мягенькие, и тёпленькие. Следующая актуальная обувь на зиму, мне кажется, это достаточно очевидно, это белая обувь. Потому что белая обувь была актуальна все сезоны, очень и очень долго, и зима не исключение. Белые сапожки чуть ниже колена, белые ботфорты, белые ботильоны, быть может, если они еще с какими-то актуальными деталями, то вы будете самой стильной девчонкой. Ну, следующий нюансик зимней обуви, это квадратный мыс. Он актуален как в летней, так и в зимней обуви. Если это будут ботильоны с квадратным мысом, или сапожки с квадратным мысом, это будет просто замечательно. Он может быть не супер гипертрофированно квадратный, он может быть слегка квадратный или прям супер скругленным. Есть очень классные модификации, что если вы думаете, что вы не носите квадратный мыс, то есть очень классные модели, где вы даже практически не заметите, что мыс действительно квадратный, но он сделан очень аккуратненько, такой плюс-минус сужающийся к носику и с закругленными краями. Таким носиком обувь выглядит очень в духе времени. Следующая зимняя обувь, я бы даже не сказала, что это супер зимняя обувь, но есть просто варианты в зимнем исполнении, это клоги. Они уже популярны, как несколько сезонов, их носят самые смелые модники, и они подходят не под весь стиль, но если вы смельчак, то вы можете себе позволить такую интересную пару обуви на зиму. Как и следующую модель, это луноходы. Они, в принципе, мне кажется, все время популярны, но в некоторые годы ранее их записывали в антитренды, сейчас они почему-то снова вернулись, и они снова круто выглядят, не знаю, с чем это связано, и совершенно классные варианты модификации есть в классном дизайне, в интересных фактурах, поэтому выбирайте луноходы, может быть, не самые вот эти классические, огромные прям, которые предназначены для горнолыжных курортов, а более такие городские, расслабленные, не такие гигантские, выглядят они супер тоже уютно и стильно, и сочетаются, мне кажется, практически со всем. Ну и последняя пара обуви, которую я включила даже в видео про тренды, это дутики. Раньше надо мной смеялись, когда я ходила в дутиках, но это было и не модно, мне было просто холодно, когда я только переехала в Москву, но сейчас они действительно актуальны, сейчас они выполнены и в виде мюли, без пяточки, просто на резинке, они выглядят просто как тапочки, они могут быть и более объемные, их делают как люксовые марки, так и марки масс-маркета. Выглядят они тоже стильно, и мне кажется, в этом сезоне они тоже пока что предназначены только для тех, кто смел, но в целом, кто не боится и для кого главное комфорт и тепло, дутики я вам максимально рекомендую этой зимой. На этом все, спасибо, что смотрели, обязательно ставьте мне лайк, мне будет очень приятно записывать для вас вновь эти видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать моих видео, и встретимся с вами совсем скоро, пока!